Приветствую вас, друзья! В этом видео я хочу показать вам очередной карточный фокус. Он простой, не потребует от вас никакой ловкости рук. Для этого фокуса можно воспользоваться обычной колодой в 36К. Итак, давайте для начала как следует нашу колоду помешаем. Помешаем, помешаем, различными такими вот способами. Теперь, уважаемый зритель, я переверну колоду вот так вот несколько раз, дабы ее совсем перетасовать. И первые карты, которые рубашечкой вверх у меня попадутся, вы их, пожалуйста, запомните. Запомните. Запомнили, окей? Окей. Теперь я буду так вот пролистывать, а вы, пожалуйста, по одной в колоду убирайте. Ну, к примеру, зритель у меня остановился вот здесь. Убрали. И, к примеру, остановился вот здесь. Убрали. Можно отдать карту, потасовать зрителю. Зритель, к примеру, потасовал. Теперь мы берем, перетасуем, конечно же, как следует. А теперь я использую свой авторский способ нахождения карты. Он немножечко затянут, но он очень эффективен. Так вот мы попролистываем все наши колоды. А вы, пожалуйста, держите ваши карты в голове, уважаемый зритель. Потому что они вам еще пригодятся. Потому что... Потому что, потому что, потому что одна из тех карт, которая у нас сейчас здесь была, которую вы запоминали, это... Вот как пить дать вот эта карта. Нет? Точно не эта? Вы уверены? Хорошо. Давайте ее пока что отложим. Блин, странно, конечно, все это дело. Вот эта была. Тоже не была. Вы уверены? Блин. Хорошо. Ладно, отложим. Что ж такое-то? Сегодня прям какой-то, наверное, немой день. Но вы знаете, уважаемый зритель, третья... Эта карта вот эта, наверное, была. Тоже не она. Да что ты будешь делать? Я просто не верю в это, друзья мои. Я просто не верю. Я этот фокус показывал 1 миллион 100 тысяч 274 раза и не мог ошибиться никак. То есть это... Вы уверены, что это не те карты, которые вы запоминали? Да, точно уверены. Окей. Какие карты я вам показывал? Вы говорите, что там была четверка крести и еще какая-то карта. Но нет, друзья мои. Здесь именно те, которые вы запоминали изначально. Вот такой вот прикольненький фокус. Теперь да, смотри. Давайте. Ну что ж, друзья, давайте научимся этому трюку. Этот трюк, опять же, не потребует от вас никаких специальных навыков. Все приемчики здесь простые и повторить может любой. Это, кстати, один из моих любимых фокусов. Этот фокус вообще разводка. То есть, с его помощью можно спорить на различные вещи. Я так очень часто делал и всегда выигрывал. Ну, конечно, всегда, когда со мной соглашались спорить. Потому что с фокусниками не каждый решится поспорить. Итак, друзья мои, в этом фокусе вам необходимо дать две карты запомнить зрителю. Это могут быть два зрителя и запомнить по карте. Может быть, один зритель и запомнить две карты. Я обычно показываю, что это один зритель и две карты. Итак, две верхние карты вам необходимо запомнить. Вы можете их посмотреть либо в процессе как-нибудь, как и делал я. Я просто смотрел нижнюю карту, переводил ее наверх. То есть, я запомнил, что это валет пики у меня наверху. И далее я запоминал нижнюю карту, к примеру, тасую, какую мне там еще захочется. Допустим, там вот туза бубнового. То есть, помним, у меня валет пики наверху, бубновый туз снизу. То есть, я беру и стягиваю бубнового туза и пикового валета. То есть, вот так вот валета я пальцами тяну вниз я большим пальцем тяну туза. То есть, я стянул туза вниз и на все это дело намешал вот так вот карты. Все это там могу еще вот так потасовать для вида, да, если вы умеете там различные тасовки делать, сконтролируйте эти карты наверху. В общем, не важно. Верхние две карты я знаю. Пиковый валет и бубновый туз. Теперь говорим мы, чтобы совершенно запутать нашего зрителя, мы берем и переворачиваем карты. То есть, первый раз я беру одну четвертую переворачиваю, потом переворачиваю половину, потом переворачиваю три четвертых и потом переворачиваю полностью всю колоду. У зрителя создается иллюзия, что создается невообразимый хаос, но на самом деле это не так. На самом деле колода лишь делится на две части. Нижняя часть переворачивается лицами вверх, верхняя также остается лицами вниз. Причем, мы говорим, что первые две карты, Которые будут лицом вниз Которые попадут с рубашками кверху Ты их запомнишь Это конечно же будут наш туз и валет Эти карты можно убрать под низ Эти карты Зритель запоминает Но он запоминает то, что мы и так уже знаем То есть валет пик И бубновый туз Далее мы пролистываем карты Зритель нас где-то остановил Мы туда и убрали Далее снова пролистываем Где-то он нас остановил Мы туда и убрали Можно дать зрителю помешать Для верности Когда зритель сам перетасовывает Это вообще круто У него создается полнейшая иллюзия Того, что уже ничего фокусник Не сделает После чего вы сами можете Потасовать различными способами Сделать там Какие-нибудь крутые тасовочки Если вы умеете Или просто потасовать классическим способом Итак Потасовали Теперь вы говорите Что будете использовать Авторский способ Нахождения карты В этот момент Шутите Принимайте какие-нибудь шутки И еще что-нибудь Потому что в этот момент Вам надо будет найти Эти карты Вы их знаете Валет пик И дама Ой И туз буби Вам их надо будет положить наверх Итак Как я делаю Для отвлечения внимания Я просто откладываю Одну карту вниз Одну наверх Одну затаскиваю посередине И так делаю до тех пор Пока мне не попадется Первая нужная карта Итак Вниз Вверх Вот видите Валет пик По идее я должен его убрать Посередине сейчас Но он мне нужен наверху Поэтому я кладу его наверх Далее Вниз Вниз В середину Вниз 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 В середину Вниз 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 В середину Потом Оп Туз буби попался Его наверх Вниз 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 Опять в середину Опять в середину Опять в середину Могу убрать Здесь уже начинается Полная моя импровизация То есть Я могу прям целую стопку Убрать в середину Но делаю вид Конечно же Что карты Просматриваю Каждые И говорю Окей Я нашел ваши карты То есть Эти карты Вот смотрите они у нас наверху мы их на вернули наверх далее мы захватываем колоду таким вот образом и теперь нам необходимо эти карты сделать третьими точнее перевести их под низ и одной картой закрыть вы можете сделать это совершенно обычным детским способом как от я раньше этот фокус показывал то есть я переводил просто эти карты я просто переводил эти карты уводил колоду за спину там брал верхнюю карту подкладывал под нижнюю и из-за спины руки возвращал и уже показывал ваша карта он говорил не ваша то есть это вот это первый способ если вы не умеете никак контролировать карты до во время тасовки не умеете контролировать карты то есть первую карту взяли завели руки за спину за спиной эту карту подложили под нижнюю и так если же вы немножечко знакомы с тасовками то есть я как вам предлагаю делать то есть делаем контроль верхней и нижней карты стягиваем этой карты вниз далее пробежка им слиствуем еще одну карту и далее просто продолжаем тасование то есть получилось что мы их сделали снизу второй и третьей карты далее мы показываем эту карту зрителю говорим вот эта карта была но зритель говорит что нет нет этого не было не болти карты ты уверен ты уверен друг мой да да я уверен ну что ж хорошо точно это и не был точно мы переворачиваем чтобы эту дамочку вытащить снизу но в этот момент я делаю приемчик который называется сдвиг а именно мизинцем и помогаю безымянным я сдвигаю эту карту я сдвинул 2 сейчас я сдвигаю эту карту и выкладывают у за то есть это первая карта которую зритель спина далее мне надо эту карту перетасовать так чтобы не засветить ее если же вы проделываете детским способом то просто вы заводите карту за спину эту карту убираете куда им середину сверху на эту накладываете еще одну карту и опять выводите показываете это было не это если же вы это делать не хотите то вам как нужно сделать можно перетасовать вот таким вот способом и так вот потасовать и тем самым вывести все карты наверх то есть раз-два далее просто одну карту скидываем эту восьмерку да куда-нибудь далее можно потасовать вот так вот сын jogом нижняя карта поменялась верхняя остался валет и снова повторяем сдвиг вот этих вот двух карт и поверх всего опять натасовали снова у меня нижняя карта поменялась верхняя карта стала валетом и 5 я достаю это было это и не было точно не было точно не Окей, я достаю валета, да, то есть то же самое я проделываю, значит, сдвигаю эту карту и выкладываю ее сюда на стол, после чего для отвода глаз я уже могу спокойно потасовать и сказать, это опять не это, да что ты будешь делать, что-то не получается, слушай, ты, наверное, ошибаешься, я не могу ошибаться, этот фокус ты еще раз показывал, давай спорить, давай, 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 в общем, в итоге, если зритель с вами спорит, в итоге вы открываете карты и побеждаете в споре. Вот такой вот прикольный фокус, друзья, смотрите дальше наши трюки, пока.